Мы сегодня собрались с вами обсудить и обменяться мнениями резонансовую тему. Это заявка ряда перевозчиков о повышении тарифа. Мы знаем, что у нас установившийся тариф в районе 21-23 рублей, есть тарифы ниже на 28 и 30 рублей. Шагом сразу, можно сказать, в 7-9 рублей за один проезд. Безусловно, это коснется каждого жителя, который пользуется общественным транспортом. Соответственно, всей семьи, студенчество, средний возраст, пожилой возраст. И я, как глава города, сделал заявление, моя позиция принципиальная. Такой шаг с повышением тарифа на 7-9 рублей, он нелогичен, прежде всего, самим перевозчиками. Когда мы говорим про рыночные отношения и про экономику сегодняшнего тарифа, сложившегося, то я вам скажу, что это была жесткая конкурентная борьба, которая продолжается даже сегодня еще. Потому что перевозчики пишут жалобы друг на друга, на несправедливость, еще на что-то, претензии к администрации города. Но сам факт выгодности, а мы понимаем, что перевозчики, любой предприниматель, который решил перевозить в гаража, это бизнес. И когда мы говорим, что вдруг за 4 месяца стало невыгодно, я считаю, что это от лукавого. И объяснить горожанам, почему ряд перевозчиков решили сделать такой шаг, он не укладывается ни в какое-то понимание. С учетом того, что у нас в 2019 году количество жалоб, которые поступают в транспортное управление, в администрацию, на самом деле не снизилось по сравнению с 2018, а даже превысилось. Как уже было отмечено, Михаил Александрович, в том числе участие 25 компаний, индивидуальных предпринимателей, в том числе были заявлены компаний других регионов, например, Соксо-Наярска. Действительно, на каждый год давалось до 5 заявок. До проведения конкурса с тарифом у нас уже был устоявшийся в городе, 23 ноября. После того, как победители получили свидетельство и карту маршрут, организации-перевозчики приступили к работе именно по этому тарифу. Каких-либо серьезных изменений в экономической сфере на сегодняшний день за такой короткий период не произошло. Но, тем не менее, заявления о повышении стоимости проезда были поданы в полновочный орган следующими перевозчиками. Это ООО «Экстресс-сервис плюс», маршруты 37А-37 и П. Данилова, маршруты 21, 27, 79, 82 и П. Малышев, маршруты 9, 15, 23, 25, 48, 52, 54, 64Д, 76, 85, 94 и 103. По управовое сопровождение маршрут 65 и простой товарищество, это ИП «Лисин» и Хвалынская АТП, это маршруты 10, 49, 78, 81, 108 и 230. Заявление было подано, как уже было сказано, там 28 и 30, 28 и 30 рублей. Таково краткое отложение делается в следующий момент. При осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам юридические лица обязаны в случае принятия решения об изменении стоимости проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам не менее чем за 180 дней до даты изменения тарифа. Во-первых, письменно уведомить Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта муниципального образования города Саратов о этом. И второе обязательное требование – это разместить информацию о предстоящем изменении тарифа в салонах транспортных средств, осуществляющих перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Второго условия соблюдено не было. В данный момент он мониторился на территории города Саратова в ежедневном режиме. В связи с этим условия повышения тарифа соблюдены не были. Таким образом, юридических оснований для повышения тарифа в настоящий момент не имеется. Учитывая общественные резонансы, мнение властей города, повышать проезды по Малчеву и по Данилу пока не собираются. Оставить как есть. Какие у вас маршруты? Перечисленные маршруты – это 79-й, 21-й, 82-й, ну и по ИП Малышев – 52-й, 94-й, 9-й, 76-й, ну то есть весь список. Чтобы было понимание, никто не собирается тарифом о розе с экономикой, никто не отменял. Но должна быть логичность, в том числе нами, принимаемых решений. Коллеги, корпоративная политика, этики водителей, внешний вид. Ребята, это устанавливается руководителями тех компаний, кто перевозит наших горожан. В сланцер, в трусах, в шансон. Решили ввести безналичный, да, сигарет. Решили ввести безналичную оплату. Я специально за последние три дня, мне столько информации пришло. Значит, что водители делают? Когда должны предъявить валидаторы, дать возможность оплатить безналичный расчет, некоторые водители говорят, вы мне по телефону на карточку переведите. Мы куда идем-то? Это мы говорим то, с чем сталкиваются пассажиры и пользуются услугой, которую вы предоставляете. Объяснить людям, вы знаете, мы решили поднять тариф. С чего? Что за четыре месяца произошло? Вот про что речь-то. Коллеги, ну не через четыре месяца после конкурентной борьбы шаг в семь рублей. Вот это возвращение. А почему 28-30 мы взяли бы, 45 поставили? Почему? Ну потому что я вот один на этом маршруте, и мне так вот экономика сложилась. И я хотел бы обратиться, будем так сказать, к переводчикам, которые здесь присутствуют. Конечно, надо навести нам порядок, это с обелечиванием наших пассажиров. К сожалению, к сожалению, будущий билет вносит не обязательно характер. Хотите, берите, хотите, не берите. Мы с вами прекрасно понимаем, что именно билет лежит в основе формирования той выручки, которая в конце до концу направлена на покрытие тех затрат, получает той прибыль, которая, в общем-то, дает возможность бизнесу, заниматься этим бизнесом. Мое личное мнение, да, если у нас есть какие-то короткие маршруты, то они гораздо еще ниже должны быть не 17 рублей, а 23 рублей. Если и вести речь о повышении тарифов, да, то нам необходимо всю систему пересматривать, которую мы хотели внедрять. То есть, возможно говорить о каком-то повышении, но должно быть жирное «но». И это «но» должно заключаться в том, чтобы убрать то, что человек, который добирается до места учебы, до места работы или откуда-то из микрорайона, чтобы он исключил двойную оплату до езжания до своего места. Можно сделать было бы 40-30 рублей, но если бы он заплатил, и в течение, например, часа или сколько у нас с учетом пробок в часы пик, он добирался до местного значения. Но в этом случае необходимо рабочую группу, совещание, скорее всего, Сергей Владимирович должен будет организовать, либо у нас на базе городской билет, о том, что сделать такой билет, что все перевозчики должны сказать «да, мы согласны», пусть там в чем-то затратно будет, посмотрим, кто эти затраты принесет. Но вот такой вот единый билет на 30, на час, который будет, это уже будет хорошо, и это существует в других городах. Мы можем брать это другой пример. Мы это обсуждали там два или год назад, но пока это не введено. Хотелось бы узнать, первое, ошибка эта или нет. Если ошибка, то как ее исправить в введении стопроцентно нерегулируемых тарифов? Можно ли это исправить? Можно ли вернуться к тому, чтобы часть из них все-таки была регулированной? Первое. Второе. Кто встречался с этим перевозчиком, я интересовался, почему они это сделали? Это что? Может быть, у них ситуация такая экономическая, может, он не выгодно стал за 4 месяца перевозить? Или, может быть, это сговор? Есть такое предположение, что это сговор? Они в один день подали, или они подали как-то согласованно, или это спонтанно получилось, случайно все. Что делать дальше? Вот два перевозчика отказались сегодня, а к Новому году они скажут, да нет, у нас опять возникло желание, что будем делать? Если это сговор, то к кому мы обратились, какие органы? Если мы не переговорились с ними, и они не представили своих расчетов экономических, мы должны знать, а какая у них доходность? Вот сегодня и какая доходность будет с увеличением. Ну и в это время, наверное, можно уже говорить как-то с каждым в отдельности, всех месяцев брать, сказать, братцы, но сговор дохода нельзя на этом получать. Для меня это все достаточно смешно, простите, выражение звучит, вот эта наивность, которая здесь, значит, озвучивается, а кто это сделал? А как так получилось, что это произошло? Я вам напомню, у нас послезавтра будет вторая годовщина, да, 15 августа 2017 года, по инициативе администрации городская дума приняла постановление о нерегулируемых тарифах. И тогда было массовое возмущение граждан, вы понимаете, чего это приведет? Приведет к тому, что бизнес, закон которого гласит, что он заинтересован максимальным извлечением прибыли по страхам банкротства, будет повышать этот тариф просто до безумия. Вы сейчас говорите о том, что тариф будет повышен на сумасшедшие 7-9 рублей, так он в прошлый раз поднимался на 30%, и позапрошлый раз поднимался на 30%, но раньше ответственность за это на себя брала законодательная власть, была дума, которая принимала постановление, которая поднимала тариф, сейчас дума от этого отошла, приняла постановление о том, что ребята, теперь перевозчики сами будут поднимать цены, а мы здесь ни при чем. Здесь вот говорили, обращали внимание, не надо обращать внимание на качество, мы здесь не об этом говорим. Только повышение качества может быть единственным основанием обсуждения повышения стоимости услуги качества на самом низком уровне. Мы все ездить по другим регионам, для такого вообще нигде нет бардака. Я абсолютно согласен с Михаилом Санычем, в сланцах, в шортах, матом, с чаем в одной руке, трубкой между плечом и сигаретой, которая высунут в окно. Это какое качество? С салонами? Конечно, они не будут убирать салон. Почему? Потому что это лишние расходы. Я очень надеюсь, что прислушиваются ко мне уполномочиями исполнительные, наделенные его властью и полномочиями, лица. И все-таки мы отменим это постановление 20.31. Потому что, я еще раз говорю, нет ни единого шанса, если только население дороги перешивать не пойдет. Вот это единственный шанс, что бизнес, блин, под давлением власти свои инициативы заберет обратно. Я прошу и транспортное управление жестче и системней отслеживать качество подаваемых услуг нашими перевозчиками по всем маршрутам на территории города. Привлекать и обращаться ко всем федеральным структурам, кто в рамках закона является тоже надзорником. Это и угадан, это, наверное, если необходимо и ФАС, и, наверное, прокуратура. Но в первую очередь, то, что коллеги депутаты озвучили, давайте еще раз совместно вернемся к обсуждению той системы, которая сейчас работает на территории города.